Здравствуйте! В эфире программа «Актуальное интервью» об организации летнего отдыха. Мы поговорим сегодня с Яной Зубовой, первым заместителем главы города Тобольска. Здравствуйте, Яна Степановна! Здравствуйте! На этой неделе у нас пришло долгожданное лето, хотя погода пока не соответствует, но тем не менее школьные будни завершились, стартовал летний отдых. Давайте о нем поговорим. Но в первую очередь, конечно, интересно, сколько в Тобольске действует летних лагерей и какие на базе разных учреждений, я так понимаю. Да, совершенно верно. На протяжении многих лет у нас в городе сложилась практика, что лагеря для детей с дневным пребыванием организовывают не только общеобразовательные учреждения, но в этот процесс включены учреждения дополнительного образования и культуры, и физической культуры, и спорта, и молодежной политики. Поэтому лагеря с дневным пребыванием у нас, так скажем, представлены разнообразно. Конечно, большая часть наших детей отдохнет на базе лагерей с дневным пребыванием общеобразовательных организаций. При школе. Да, но будут и те, кто сменят летнюю локацию. И смогут, мы уверены и надеемся, хорошо отдохнуть. И на базе наших спортивных школ, на базе детской школы искусств, которая тоже на протяжении ряда лет подключается к этой работе. И на базе Дома детского творчества, учреждения дополнительного образования, в которое также включено в процесс. За лето это будет более 6 тысяч детей. Конечно, самое востребованное у родителей – это первая смена. Почему? Поэтому вот как-то так на протяжении многих лет традиционно сложилось, что самая востребованная первая смена. И на первую смену обычно приходит до 70% от цифры 6 тысяч. То есть, поэтому мы стараемся, так скажем, ответить на этот запрос. Поэтому основная работа и основные, конечно, площадки будут работать именно в июне. Но кроме этого и кроме лагерей дневного пребывания, мы ведь еще и много других видов занятости организуем в летний период. Поэтому я только вернусь еще к лагерям и скажу, что мы очень рады, что закончились ограничительные мероприятия. Мы действительно два года работали в других условиях. И вот в городе работает на постоянной основе городская комиссия по летней занятости и отдыху несовершеннолетних. И на одной из последних комиссий, которая состоялась в конце уже мая месяца, мы как раз обсуждали формы работы лагерей дневным пребыванием. Организацию всего процесса. Потому что два года было это все очень сложно. И вот со соблюдением всех этих норм. И в рамках заседания комиссии мы, наше ведомство, познакомили о том, как мы познакомили с теми планами, которые сегодня могут предоставить, например, учреждения культуры, работающие в нашем городе, что могут посетить дети, куда можно выйти, как организовать еще более интересную их программу. Говорили о том, что можно выйти за пределы школьной территории. Разнообразную, обширную программу подготовил для нас наш музей. И сегодня эта программа, так скажем, представлена на весь практически летний период с очень разнообразными мероприятиями, очень интересными, интерактивными, познавательными. Да, музей же не только экскурсии, там же и квесты у них различные. И много чего интересного, поэтому у каждого начальника лагеря будет программа музея, и уже программу деятельности музея у себя видит. Интегрировать, да. И он может интегрировать в план работы своего учреждения. Кроме этого, пока еще не в отпуске наша театральная труппа, поэтому театральная труппа тоже уже предложила лагерям с дневным пребыванием спектакли. Не просто спектакли для того, чтобы время провести, а имеющие определенную составляющую, образовательную, профилактическую. И это тоже очень важно. Да, у них есть спектакли по безопасности дорожного движения, например. Да, конечно. И это нам тоже очень помогает в работе. Кроме этого, работают учреждения культуры наши. И это те учреждения, которые тоже предлагают обычно свою повестку. И лагеря с дневным пребыванием пользуются этими предложениями. Активно включается в этот процесс библиотека, и наши учреждения досуговые. То есть спланировать работу интересного пришкольного лагеря можно. Яна Степановна, я так понимаю, цифра в 6 тысяч озвучена как плановая. Более 6. Или уже есть сколько всего будет смен? То есть это июнь, понятно, востребованный месяц июль и август тоже задействованы? Да, конечно. У нас июнь самая популярная смена. Но это не значит, что в июле и в августе на территории города не будет лагеря с дневным пребыванием. Они будут обязательно. И они будут работать, но не во всех образовательных организациях. То есть мы смотрим, если даже ребенок, например, и у родителя востребована вторая смена, но в школе, где обучается ребенок второй смены нет, то мы предлагаем места в других локациях, где у нас лагерь с дневным пребыванием будет работать во вторую или в третью смену. Мы работаем все лето, практически до 20-х чисел августа. Потом оставляем себе небольшой перерыв для того, чтобы подготовиться к новому учебному году и уже открыться, так скажем, в другой ипостаси. То есть, получается, можно на все лето отдать ребенка, тут же нет ограничений, да? То есть, ну, там, последовательно по сменам можно, в общем-то, если вдруг родителям там с отпуском не повезло, можно, в общем, все лето. Да, также, как и ранее, выполняем те мероприятия, которые обязаны выполнить при организации летнего отдыха. Это обеспечиваем дневным цуном детей до 10 лет и создаем для этого условия. Поэтому вся подготовительная работа была проведена. Значит, кроме этого, провели большое совещание с организаторами питания в лагеря с дневным пребыванием. Еще раз актуализировали совместно с Тобольским отделом распотребнадзора все необходимые требования САНПИНА. Проверили уже часть их исполнения в рамках подготовки к летней оздоровительной кампании. Провели приемку площадок спортивных на территории города Тобольска. Выдали тем площадкам, которые не соответствуют требованиям замечания. Конечно, все площадки, которые начнут работать, там все замечания устранены. И мы в полной мере обеспечим эти площадки работой инструкторов. Поэтому подготовительная работа у нас начинается с февраля и заканчиваем мы ее обычно во второй половине мая, чтобы в первых числах июня уже начать работу по организации летнего отдыха. А вот возрастные рамки, то есть верхний предел какой, до какого возраста можно отдать ребенка? Нет пределов? То есть там 17-летний даже приходит? Да, да. Ну, мы же все знаем, что данная форма отдыха, она востребована в основном у младших школьников и у среднего звена. Но у нас же в рамках еще отрядов мэра наши старшеклассники, они могут поработать в отрядах мэра, но на базе летнего лагеря в качестве помощника вожатого. То есть тут, в принципе, уже есть варианты для взрослых детей. Есть варианты. А для малышей, вот если будущий первоклассник, часто же такая история, выпускной в саду прошел в конце мая и на лето куда-то ребенка надо тоже деть, да? Потому что они еще не такие самостоятельные. Их кто-то оставляет в саду, а можно ли будущего первоклассника вот в будущую альма-матер уже отдать? Можно. И многие родители так делают, для того, чтобы ребенок привык, познакомился и уже 1 сентября, так скажем, пришел с большим процентом адаптации. И эти вопросы тоже решаются. В летних лагерях же не только отдыхают дети, не только развлекаются, но там же есть, насколько я знаю, какие-то профильные смены, полезные занятия. Да, есть профильные смены. Действительно, это так. Каждый лагерь перед своим открытием готовит программу. И в программах лагерей с дневным пребыванием обычно отражены, так скажем, специфика смены, тематика смены. Но сразу же можно отметить, что в учреждениях дополнительного образования, конечно, будет своя специфика, своя тематика. И поддерживается направленность, да? Конечно. Если это лагеря с дневным пребыванием при учреждениях дополнительного образования спорта, то и направленность соответствующая. И тематика соответствующая, и наполнение тоже будет соответствовать тому, что многие дети просто продолжат в рамках летней оздоровительной кампании тренировочный процесс, занятия какими-то видами спорта, которыми они уже занимали в течение года. Если это учреждения культуры и детская школа искусств, то мы понимаем, что туда придут дети, которые чаще всего в течение года обучались в детской школе искусств. И смены эти тоже тематические. И наполнение соответствующее, оно, так скажем, помогает еще более развить какие-то навыки, усилить те знания, которые в рамках образовательной программы в детской школе искусств получили наши ребята. Те же пленеры, да? Ну, у нас учреждения образования тоже в этой части не отстают. Практически во всех общеобразовательных организациях, в которых лагеря дневным пребыванием во всех организовываются, тоже есть своя профильность и своя тематика. Она совершенно разнообразная. И здесь наше учительство и наши педагоги, так скажем, дают волю эмоций, фантазии. И совершенно различные смены представлены. К вопросам безопасности, если обращаться, лето всегда период, когда стоит тревог, да, каких-то немало опасностей. Там дороги, вода открытая, что-то еще. Вот как здесь, в этой части, тут, наверное, надо делать акцент на профилактику, да? Наша основная задача – это обеспечить безопасность детей, это предупредить еще раз родителей о рисках, которые возникают в летний период. Поэтому в рамках Комиссии по делам несовершеннолетних мы такую работу планируем. Но она делится на несколько частей. Это первое, конечно, мы понимаем, что из поля нашего зрения уходит большое количество детей. И в летний период… Те, которые не охвачены. Да, те, которые не охвачены, они не хотят, например, да, какими-то формами быть задействованы. Либо родители сами организуют занятость детей в летний период и контроль за ними. Поэтому здесь, конечно, задача – предупредить родителей о возможных рисках, которые возникают. Еще раз акцентировать внимание родителей о том, что летом нужен особенный контроль. Но я не говорю о том, что все остальные учреждения прекращают работать. Нет. Но, во-первых, у нас есть инструмент, который называется «Банк данных». Это городская категория детей и семей, находящихся в социально опасном положении. Эти семьи стоят, эти дети на особом контроле. И уже здесь, так скажем, включаются в работу учреждения системы профилактики. Те, кто, так скажем, отвечает за семью, те, кто работает в этом направлении. Это и Центр социального обслуживания населения, в рамках которого работают и социальные работники, и инспекторы по охране прав детства. Которые тоже все лето работают, посещают семьи, контролируют процессы. Если нужно, то принимают необходимые меры. В рамках моментов, которые у нас есть, возникающих в летний период негативных, это купание в несанкционированных местах. И тут надо всем напомнить, что санкционированных мест у нас нет. У нас есть реестр. Мы ведем в городе такой реестр совместно с нашим муниципальным учреждением ГО и ЧС. Реестр таких объектов. Популярных мест. Да, популярных мест, где есть доступ детскому населению, где дети одни без сопровождения взрослых могут, так скажем, подойти к воде. И в сопровождении взрослых тоже. И это очень часто бывает. Поэтому у нас в мае формируется график рейдов по таким местам. Мы совместно со всеми ведомствами и с полицией, и с ГИМС, и с транспортной полицией формируем такой график. И, конечно, по этим местам осуществляем рейдовые мероприятия. Мы ведем профилактическую работу по объяснению и, так скажем, призыву беречь свою жизнь, сохранять свое здоровье. И работаем мы с родителями в том числе. Ну и, конечно, если профилактика не работает, то и применяем меры административного воздействия согласно действующего законодательства. Здесь есть ответственность, да, на родителях? Если ребенок ушел купаться один, то там какая-то, да? Есть такая статья в административном кодексе 5.35. Она формулирует, так скажем, ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей. Поэтому два раза в месяц мы проводим комиссию по рассмотрению административных дел. И там тоже часто возникают такие вопросы, и мы рассматриваем протоколы, где есть такие моменты. Где ребенок находился в ночное время несовершеннолетним без присмотра, а в летнее время это тоже очень часто бывает. И много других моментов, которые регулируются комиссией по делам несовершеннолетних. Ну, а наша главная задача, все вместе, обеспечить безопасное, интересное лето. И с новыми силами, с новыми эмоциями прийти в начале учебного года в свои учреждения, в свои образовательные организации, учреждения дополнительного образования. Отдохнувшими, здоровыми. И начать новый этап в своей жизни. А я напоминаю, что у нас в гостях была Яна Зубова, первый заместитель главы города Тобольска. А у меня на этом все. Всего доброго.